Ну что друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами немножко поиграем на моём Таунхолле восьмом и как вы уже успели понять по названию данного ролика, это у нас рубрика БЛТ. Сегодняшний комментарий я принял опять же от моего зрителя, зрителя зовут Брейги, его комментарий вы сейчас видите на экране, ну и в принципе три микса, которые он мне предложил, мне показались действительно интересными. Первый микс, ребята, вы сейчас видите на экране, он у нас выглядит вот таким вот образом, второй микс у нас уже варится, он выглядит вот таким вот образом, ну и третий микс мы закажем только после того, как проведём наш первый бой как раз этим миксом, и в принципе время тянуть не хочу, погнали получается, ребята, в первую каточку, напоминаю, в рубриках именно БЛТ мы с вами нападаем именно три раза, тремя разными миксами на третью базу противника в поиске, потому что БЛТ это аббревиатура от Бог любит троица, поэтому так. В общем, ладно, пока я болтал, я уже сделал два клика, ну и собственно последний на ту базу, на которую мы нападаем, мы сейчас и посмотрим, это у нас восьмёрка, неплохая, поехали, ребята, что могу сказать. Так, смотрим. В принципе, по уму мы здесь с вами должны для начала, наверное, проверить, если у него что-нибудь в крепости клана, я здесь сбрасываю кабана, мы с вами чекаем, ага, в крепости клана ничего нет, прекрасно, поэтому можно бацать за ход. В принципе, давайте, наверное, с той стороны, где и проверяли, если что-то в КК и будем заходить, то есть почему бы и нет, я ничего на самом деле в этом плохого не вижу, поэтому полетели. Так, в КК у меня, по-моему, гиганты, да, ребята, в КК я брал себе гигов, замечательно, поэтому делаю так, соответственно, после этого добрасываю ещё немножко гигантов пробивая. Ой, забор пробил не особо удачно, прям по-моему, а нет, нормально, мне показалось, что я прям под башню колдуна сбросил бомберов, но вроде как нет, нормально, нормально, живём. Ой, осторожно, тут у нас бомбы гигантские взрываются во всё, это не особо приятно, но, в общем, ладно, опять же, ничего сверх страшного пока что не происходит. Пробиваем забор именно к середине базы, замечательно, ребята, сейчас уже будем продолжать выкидывать наши банки, что-то у нас с вами имеются, замечательно, замечательно, ребята, давайте. Проходим именно к центру, давайте накину здесь баночку рейджа вот так вот, прекрасно, замечательно, осторожно, валькирия, там у нас вообще, ребята, разносят всё как только надо, я прям вообще доволен. Ну что, давайте, наверное, тогда последний хилл пока, пока, наверное, не буду особо сильно торопиться сбрасывать, а вот теперь, я думаю, можно, потому что валички у нас погибают, не хотелось бы их так прям откровенно в открытую терять, ну, неприятно, на самом деле, а так, в принципе, нормально. Меня пока что всё устраивает и пока что всё радует. Так, ребята, осторожно, давайте, допустим, короля прямо сейчас прожмём, я думаю, то, что его прожатие, ну, точно нам не помешает, это самое главное, я считаю. Будем сейчас также ломать его башню лучницы вот в этой секции, и пушку мы тоже, как вы, ребята, видим, благополучно, как вы сами, ребята, видите, мы её, в общем, благополучно сносим. Так, осторожненько, здесь вроде как тоже всё отрабатывается, в этой секции нам нужно пушку с башни лучниц снести, что мы с вами и делаем, на ура. Ну и теперь последняя наша секция, самая, наверное, не сказать, что и сложная, потому что гигантов у нас довольно дофига осталось, и поэтому мы 100% с этим справимся. Это как раз данная, данная вот эта вот зона, её мы сейчас, ребята, с вами на изи размотаем, я надеюсь, ну и, в принципе, смотрим за всем тем, что происходит, ну и, как я сказал ранее, да, ребята, всё это дело рушится абсолютно на ура, и добавить мне больше нечего. Просто, друзья мои, товарищи, замечательно, вообще прекрасно, живём прямо очень здорово, и первая атака залетает на ура, трёшечку оформляем, и это радует. Ну что, ребята, пока, в принципе, миксы моего зрителя меня радуют, реально неплохо, брыги, ещё раз спасибо тебе большое за такой, именно, реально неплохой состав. Ну и давайте именно посмотрим на то, как выглядит наш, именно, получается, второй микс уже поближе, вот так вот, ребята, он выглядит в профиль, сейчас именно пойдём с вами тоже в атаку, естественно, ну и также давайте прямо при вас я закажу, получается, третий микс. Он у нас состоит, как мне написали, из десяти гигантов, давайте их сварим, также мы должны с вами взять сюда три пики, это тоже обязательно, пять валичек, заказываем, естественно, тоже, прекрасно, так, после этого семь колдунов необходимо, ребята, взять, ну и также три бомбера и одну лучницу, вот, в принципе, так это и выглядит, а по баночкам всё дефолт на рейдж и два хила. Сегодня у нас вообще все миксы без землетрясов, поэтому так. Ну что, друзья, давайте время тянуть не буду, я вернусь только тогда, когда в крепость клана мне придёт именно порция, по-моему, хогов, ну и, в принципе, ребята, как только это произойдёт, я вновь вернусь, поэтому никуда не уходите, совсем скоро продолжим. Ну что, ребята, вот, как я и говорил, я вернулся, всё готово, микс наш в итоге конечным выглядит вот таким вот образом, ну и давайте, время тянуть не буду, погнали с вами нападать, напоминаю, третья база, это тот самый наш, так сказать, вариант, поэтому давайте. Вот у нас вторая база, мы её так же, как и первую, пролистываем, а вот на этого товарища нападаем, и это у нас тоже восьмёрка, слушайте, блин, неплохие сегодня базы попадаются, потому что обычно либо дико слабые, либо дико сильные, очень редко бывает, знаете, такая, ну, золотая середина между этими базами, и вот то, что сегодня мы с вами видим, это меня прям радует. Так, смотрите, ребята, в принципе, в принципе, у нас тут намешан одновременно и гувахо, и гувало, поэтому мы для начала должны, я думаю, будем у пацана рубануть в идеале как можно больше ПВОшек, поэтому давайте так и будем пытаться делать, на его короля я особо сильно, наверное, не буду смотреть, в принципе, ну, пускай там себе ходит, нам, как бы, до него большого дела нет, я лучше зайду с этой стороны, и, в принципе, надеюсь, всё у нас с вами будет нормально. Так, ребят, давайте здесь накину валичку, как танк позади немножко колдунов, получается, выдам, пробью забор во всей вот этой вот местности, ну, и также, ребята, делаю так, соответственно, сбрасываю валькирии, что немаловажно, ну, и, в принципе, можно, я думаю, сейчас ещё и будет кабанов докинуть, в принципе, вот таким вот образом, пускай они бегут, из крепости клана тоже не будем забывать хогов набрасывать, ну, и также сейчас будем всё это добро с вами хилить. Нам сейчас нужно как можно быстрее поломать большую часть ПВОх, и уже после этого можно будет спокойно набрасывать наших шариков, а там, где ПВОхи уже не обстреливают, я их, как вы, ребята, понимаете, уже избрасываю, ну, шариков, как вы поняли, опять же. Ну что, давайте, все ПВОшки срубили, поэтому пора всех наших шариков в открытую прям по такому, по такому жесткачу, я думаю, скидывать. Ну и, в принципе, пацаны, девчонки, что мы с вами видим? А видим мы с вами то, как с базы берётся абсолютно спокойная трёшка, ну, не сказать она, не сказать, вернее, то, что она берётся из-за того, что это какая-то мега опасная армия, в отличном составе, типа, идеальный микс и дела. Нет, ребят, вероятнее всего трёха берётся из-за того, что база не такая уж и сильная, да и при этом ещё и заброшенная, но, ребята, ко мне, как говорится, претензий быть не должно. Ну, я нападаю на третью базу, всё-таки рубрика БЛТ, бог любит троицу, всё прям в троечках у нас, поэтому, ну, вот такие вот дела. В принципе, атака неплохая, микс, если честно, тоже не самый плохой, очень даже прикольный, в принципе, если, допустим, научиться им играть и приловчиться, то, возможно, трёшки будет получаться из фуловых восьмёрок оформлять, а почему бы и нет, в принципе, вполне себе реализуемо. Есть, в принципе, и хоги для вымана КК, для зачистки территорий, для уничтожения ПВОшек, шарики для добития, есть танк, голем, есть основные дамагеры, а именно вальки, колдуны, короли, много чего полезного, поэтому, ну, не знаю, в принципе, ребята, микс очень даже неплохо себя ведущий, что на сильных базах, что на слабых базах, что, естественно, на средних, поэтому вот такие вот дела. Ладно, ребят, давайте я не буду возгрузить лишней информации, вы всегда пришли посмотреть на атаки. И, в первую очередь, разговоры, это дело, конечно, приятное, интересное, но такое себе. Всё, давайте, ставлю на паузу и встречаемся только тогда, когда мой третий микс, ну, как, микс моего подписчика, будет правильно сказать, будет в полном составе. Ну что, друзья, вот и настало время для нашей последней третьей атаки. Микс, который мы сварили, в итоге, конечно, выглядит вот таким вот образом, с юнитами в крепости клана, по баночкам, всё, ребята, именно так. Так, ну что, готовы? Я лично, да, ну и поэтому погнали. Напоминаю вам, уже в очередной раз мы с вами нападаем именно на третью базу. Первую пролистнули, вторую сейчас найдём, тоже пролистнём и нападаем. Ой, какая, блин, шикарная. Столько дарка, две пятьсотстых и восьмого, это, конечно, мощно, но правило из правил, ребята. Кликаю на кнопочку «Далее» и нападаем мы с вами. Ой, ну, тоже не менее классно. Слушайте, а нормально, я не жалуюсь, а меня устраивает. Вот, поехали. Так, ребят, смотрим. В КК, значит, у меня валички, есть пеки, целых три штуки. Короля тоже можно за такого довольно большого грозного пекаря посчитать, поэтому сейчас будем с вами бацать за хоть не. Ну, это, наверное, наша самая серьёзная база, ребят, за сегодня. Потому что по прокачке я бы не сказал, что здесь как-то всё плохо. Фуллова, извините меня, прокачка-то у пацана, то есть, как ни крути, прокачка действительно ближе к фуллу. Это интересно, это, ребята, здорово и классно. Давайте пытаться заходить, давайте пытаться именно всё вот это вот делать. Сейчас посмотрим, что у нас с вами получится. Блин, настолько серьёзно, вам скажу, непривычно без трясок играть на восьмом таунхолле, что даже как-то не в своей тарелке себя чувствую. Ой, а куда пеки пошли? Чё-то ребята все разбрелись по базе, кто вокруг, кто в центр. Меня это не особо радует, признаться честно, но, блин, пацаны-девчонки, имеем что имеем, это факт, приходится с этим мириться. Так, осторожно, я наблюдаю сейчас за всем тем, что творится, уже, по крайней мере, двушечка с этой базы взята. Это как минимум уже, ребят, неплохо, и это как минимум меня уже радует. То есть, мы взяли двух, мы забрали с базы весь дарк, это здорово, ребята. В принципе, если даже трёшки не будет, это, конечно, будет прискорбно, это, конечно, будет, возможно, обидно, но, в любом случае, атака от этого менее, прям, в разы хуже не станет. Да, она будет немного похуже за счёт того, что всё-таки хотелось бы трёшку, но она не оформилась, но, в любом случае, ребята, 70% на... Ой, две вальки топовые подлетели, нет бы, варвары подпрыгнули, подлетели именно валькирии, обидно. Так вот, я продолжу. Атака от этого намного, ребят, просто в разы явно хуже не станет. Да, конечно, мы здесь уже, ребята, как вы сами видите, не берём трёшку, но, но, господа, мы взяли две звезды, довольно солидные, потому что мы взяли с базы более, сейчас, наверное, будет 80%, это очень здорово. Мы забрали весь дарк, что был, мы забрали двушку, и мы забрали, как я сказал ранее, уже под 80%, да вот, пожалуйста, 80%, сейчас ещё мортира снесётся, будет более 80%. Это здорово, а нет, мортира не стеслась, странно, я думал, пек сваншотит её, но немножко не повезло. 80%, ребята, почти трёшка, прекрасный ресурс, да и в целом, атака таким, ну, довольно, согласитесь, необычным миксом, не, но гиганты плюс пеки, это такое. Как бы я привык видеть топ-микс с големами и пеками, но гиганты и пеки, это, конечно, дюбдушка, немножко что-то новое и интересное, я считаю, что в любом случае неплохо. Ну что, друзья, товарищи, вот какие-то такие три атаки сегодня мы с вами провели выпуск, мне понравился, говорю вам серьёзно, были достойные моменты, были очень классные и красивые атаки, по-моему, все три они даже именно к таковым относятся, ну, и я хотел бы верить, что они вам тоже понравились. Друзья, я напоминаю вам только одно, вы точно так же, как и мой зритель Брейги, можете абсолютно спокойно попасть в выпуск, написав банально, просто неплохой микс, который я также сварю для, как вы, ребята, понимаете, выпуска, ну и в целом, сыграем и всё будет замечательно, поэтому комментарии всегда открыты, ребята, пишите самое главное что-нибудь креативное и что-нибудь интересное, тогда шанс того, что вы попадёте, он гораздо будет больше, поэтому такие дела. Ну, на этом я заканчиваю, желаю вам удачи, счастья, добра, здоровья, всего самого хорошего, а также скажу, что увидимся мы с вами совсем скоро, в ближайшем будущем, на новом ролике или на новом стримчанском. Всем, друзья, пока-пока и до скорых новых встреч. Давайте.